Еще одна из наиболее простых и увлекательных активностей, которые можно сделать с кубами, это быстрый тест. Вначале мы оформляем с вами варианты ответов, в нашем случае 6, но никто не мешает сделать их 2, 3, 4, 5. Далее мы добавляем вот такую специальную гистограмму, на которой у нас отмечены стороны кубов. И в данном случае у нас кубы перевернуты желтой стороной вверх, поэтому мы видим 2 значения под желтой стороной. Итак, например, мы можем спросить, какая планета является самой большой в Солнечной системе. Давайте один куб мы сделали правильно, мы видим сразу, как происходит изменение на гистограмме. После того, как участники сделали свой ответ, вам нужно подойти и просто выбрать ту планету, которая является правильной. После этого на губах у нас загорается зеленый и красный цвет, обозначающие правильный и неправильный ответ. Ответьте, пожалуйста, какая планета самая большая в Солнечной системе и переверните куб правильной стороной вверх. Итак, это Юпитер. Вы ответили правильно, вы можете посмотреть. Прости. Ну и давайте еще один вопрос. Какая планета состоит преимущественно из бодорода? Ой, как же это? Дены какие? А, ладно, 130. Молодцы, это правильный ответ. Уран действительно состоит в основном из газа, а именно из бодорода. Какой космический объект образовался от скоплений метеоритов? Попала на свою муку. Нет? Сейчас, я не поняла, вот это за знак этот. Мне кажется, он тянул. Нет, нет, нет. Хорошо, не сделай так. Вот это, наверное. Мне не разделились. Правильный ответ – Луна. Класс. Луна действительно образовалась от метеоритов. Для того, чтобы создать быстрый тест, для начала нужно подготовить нам рабочее пространство и нанести правильные и неправильные ответы на слайд. Добавить изображение можно несколькими способами. Первый из них – это через меню в левом нижнем углу, через вставку. Мы можем загрузить изображение с нашего компьютера. Другой способ – загрузки через браузер. То есть мы можем просто в любом поисковике найти нужное нам изображение, скопировать его и вставить на слайд. Далее мы можем немного поменять его размер и разместить в нужном нам месте. Далее, чтобы нанести изображение каждого куба, каждой стороны, вот такую вот индикацию, нам нужно зайти в галерею. Для этого мы выбираем вот данную кнопку и далее картинки. В поисковике мы пишем «Айма» и у нас появляются данные стороны, где мы выбираем данную сторону и подтверждаем, что мы ее хотим добавить. Далее точно так же мы можем изменить размеры и переместить в нужное нам место. Для создания гистограммы нам нужно открыть ярлычок с такими человечками и выбрать «Quick Quiz», то есть «Быстрый тест». В нашем случае у нас шесть вариантов ответов. И далее вот здесь мы выбираем использование кубов. Появляется гистограмма. В случае, когда у нас кубы подключены, у нас появляются соответствующие значения на каждой стороне куба, которые повернут кверху.